Региональный форум по диверсификации ОПК «Лидерство на гражданских рынках» прошел в Нижегородской области. Предприятия ОПК Нижегородской области активно участвовали в рейтинге. По его результатам, три нижегородские компании вошли в топ-50, а одно из них в топ-10 лидеров на гражданском рынке. В связи с пандемией, во исполнение поручений президента Российской Федерации по диверсификации ряд предприятий оборона промышленного комплекса региона, завод имени Петровского, Горьковский завод аппаратуры связи, Арзамаски, приборостроительный завод, Провденский радиозавод «Салют» оперативно освоили производство гражданской продукции, бактерицидных рециркуляторов, дезинфицирующих комплексов, комплектующих ИВЛ. Проблема недостатка оборонных средств решалась благодаря программам Фонда развития промышленности, противодействия эпидемиологическим заболеваниям и конверсиям. Предприятиям Нижегородской области в рамках программ ФРП Фонд развития промышленности одобрили льготные займы на сумму почти 600 миллионов рублей. Для развития промышленной кооперации между предприятиями оборонки, государственными монополиями и холдингами ведется работа по встраиванию нижегородской продукции в производственной цепочке крупнейших компаний страны. В частности, проводятся Дни поставщика, мероприятия, на которых удается на одной площадке собрать производителей и заказчиков, организовать между ними прямой диалог, добавил глава региона Глеб Никитин. На самом деле мы находимся на хорошей траектории развития. У нас, например, количество МСП, несмотря на предприятия МСП, и занятых в МСП, несмотря на ковид, несмотря на тяжелый период времени, выросло. Даже мне стало интересно, за счет чего в стране она снижается. Прямо уточню обязательно, каким регионам надо помочь. Поработаем. Прямо уточню.